Пётр Карпович, русский революционер, террорист, член РСДРП и ПСР, убийца министра народного просвещения Боголепова. Пётр Владимирович Карпович родился 3 октября 1874 года в Гомеле. Был внебрачным сыном помещика Савельева. Проходил обучение в Гомельской и Слудской гимназиях. В 1895 году поступил на медицинский факультет Московского университета, но был исключён из-за университета в 1896 году за участие в манифестации по поводу полугодовщины Гохадынской катастрофы. Выслан на родину, занимался сельским хозяйством. В 1898-1899 годах учился на медицинском факультете Юргенского университета, из которого был исключён за участие в студенческих волнениях и членством в Союзном совете объединённых студентов землячеств и организаций. В промежуток между учёбой в университетах вёл революционную агитацию в ряде городов, в частности в Гомеле, и Несвеже. Карпович являлся одним из ведущих организаторов Гомельского комитета Российской социал-демократической рабочей партии, обеспечивая нелегальные поставки литературы марксистского толка. В 1899 году эмигрировал в Германию, бежав от преследований со стороны полиции. Продолжил образование, став вольнослушателем Берлинского университета. В 1900 году сблизился с членами партии социалистов-революционеров эсеров, стал горячим сторонником политического террора. В 1900 году за участие в студенческих волнениях были отданы в солдаты 183 студента Киевского и Санкт-Петербургского университетов. Это вызвало сильную агитацию среди русской молодёжи, обучающихся за границей, в том числе и в Берлине. В начале февраля 1991 года в Берлине состоялось несколько собраний, на которых присутствующие агитировали в смысле необходимости принятия репрессивных мер против представителей русского правительства. В числе таких агитаторов особенно выделился Карпович, который под влиянием этих разговоров выехал 10 февраля 1901 года в Петербург. А 14 февраля по собственной инициативе, без поддержки какой-либо политической организации, совершил покушение на министра просвещения Боголепова. Сам Карпович писал, медленно, но верно подвигался я к такому решению. Это известие дало мне пережить всем моим существом, над какой пропастью ходят сотни людей, лучших людей России. И я решил отомстить. Самый важный вопрос для меня был убийство. Второй, уйти от дела или желание жить, но жизнь и революционное дело срослись для меня воедино. Затем вы мои друзья, а потом все другое. Как только я решил, сделалось так спокойно на душе, так тихо, временами мне было как-то уютно, тепло. Карпович был не одинок в таком стремлении. После отдачи студентов, солдат и идея убийства Боголепова бродила в революционной студенческой среде. Борис Савенко вспоминает, что в Петербургский союз борьбы за освобождение рабочего класса, к которому он тогда принадлежал, обращался Алексей Покатилов, приехавший из Киева со специальной целью убийства Боголепова. Но содействия не получил, так как убийство министра народного просвещения казалось тогда нам ненужным и едва ли возможным. 14-27 февраля 1901 года около 13 часов пополудни Карпович зашел в приемное министерство просвещения, где в это время проводил прием Боголепов. Он явился с прошением о своем зачислении в Петербургские технологические институты. По указанию служителя встал рядом с городским головой Чернигова, пришедшим с ходатайством об открытии в городе реального училища. Последним Боголепов, обходивший посетителей, отказался словами «Предоставьте нам удостоверение от помещиков и дворян, что они будут отдавать в училище детей. Мы не желаем открывать училище для разночинцев», что по признанию Карповича на суде развеяло его последние сомнения. Затем Боголепов взял у Карповича прошение и повернулся к Черниговцу для продолжения разговора, и тогда Карпович выстрелил в него сзади из револьвера Смит и Вессон. Пуля попала ему в шею. Карпович отбросил револьвер и прошение, и спокойно отдался подбежавшей охране со словами «Не бойтесь, я не уйду, я сделал свое дело». Рана Боголепова не была смертельной, но он умер 16 дней спустя от заражения кровью. 17 марта 1901 года Карпович предстал перед судом Санкт-Петербургской судебной палаты. В преступлении, совершенном им, он не раскаялся. В последнем слове заявил «Я был уверен, что буду судим военным судом и приговорен к смертной казни. Так я думал, и это не особенно устрашило меня, но меня судят, оказывается, общеуголовным судом, и смертной казни нет в его распоряжении. Готового к смерти меня, естественно, каторга не устрашит и уж, конечно, не исправит». Суд приговорил Карповича к 20 годам каторжных работ. Первые годы он отбывал наказание в Шлиссербургской крепости. В 1906 году Карпович был сослан в Катуйскую тюрьму. Карпович попал по два манифеста об амнистии, его срок был значительно сокращен. И в 1907 году он был освобожден из тюрьмы и отправлен на поселение, откуда сразу же бежал. После побега из ссылки приехал в Санкт-Петербург, где вступил в партию социалистов-революционеров, который занял видное положение в боевой организации эсеров, став помощником Азофа, вместо отошедшего отдела Савенкова. В 1908 году он принял непосредственное участие в организации провалившегося покушения на императора Николая II. Карпович безгранично доверял Азофу и не верил в его провокаторство. После разоблачения Азофа Карпович отстранился от партийной деятельности и перебрался в Лондон, где попытался поступить в политехнический институт, но провалился. По сведениям Департамента полиции, в 1909 году Карпович уходил в боевую группу, организованную Борисом Савенковым. Чернов, Колосов, Бердодолинин, Карпович, Коморский и Неизвестный. Жил в Лондоне, работая банщиком-массажистом, часто встречался с майским. После победы в февральской революции, в 1917 году он решил вернуться в Россию, но пароход Зара, шедший из Лондона в Тронтхейм, был торпедирован немецкой подводной лодкой в Северном море 13 апреля 1917 года, и Карпович погиб. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...